Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что лично возглавит комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства, хотя в предыдущем составе правительства ее возглавлял первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Белому дому в рамках нацпроекта нужно увеличить занятость в малом бизнесе с 19 миллионов до 25 миллионов человек за 4 года. Как ранее отмечала счетная палата, оказанная в 2015-2018 годах господдержкой малого и среднего бизнеса, не смогла сформировать устойчивые тенденции роста его численности. По данным на ноябрь прошлого года, показатель составил 19 миллионов человек с учетом самозанятых. Для достижения цели Белый дом продолжает наращивать поддержку. Малого и среднего предпринимательства, например, расширил программу льготного кредитования, в рамках которой в этом году планируется выдавать займы на 1 триллион рублей. Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике составляет 22%. Это данные двухгодичной давности, при этом доля малого и среднего бизнеса в ВВП развитых стран составляет 50-60%. Так, в Великобритании это 51%, в Германии 53%, в Финляндии 60%, в Нидерландах 63%. Президент России Владимир Путин поставил задачу, чтобы через 5 лет вклад малого и среднего бизнеса в ВВП должен приблизиться к 40%. Но, к сожалению, в нашей стране растет число людей, которые не хотят открывать или вести собственное дело. Согласно опросу, доля нежелающих заниматься бизнесом заметно выросла. Если в 2001 году таких было 44%, то в прошлом 58%. А доля тех, кто намерен заняться предпринимательством в ближайшее время, увеличилась лишь в рамках прогрешности с 3 до 4,5%. Разговор продолжим вместе с нашим гостем в студии Иван Загорский, директор по развитию Дальневосточной торгово-промышленной палаты. Доброе утро. Олегович, доброе утро. А вот что можно отнести к среднему и малому бизнесу? Вообще есть федеральный закон, который такое разделение описывает. Малый бизнес – это бизнес, который до 100 человек и 800 миллионов рублей в год его доход не должен превышать. Еще в структуре малого есть микробизнес, которого, хочу отмечить, 95% вообще в стране. И этот микробизнес до 15 человек и до 120 миллионов. А средний – уже до 2 миллиардов и 250 человек. И его на самом деле не так много. Из 51 тысячи предпринимателей в Хабаровском крае среднего бизнеса немногим более 200. И какие трудности? Да, вот 22% у нас всего предпринимателей. Чего мы так медленно ползем? Почему так сложно работать? Денег нет. У кого? Денег нет в экономике. То есть, когда в экономике денег немного, тогда и все вопросы бизнеса, все экономические показатели тоже, так называем, стагнируются. То есть, когда очень много денег, когда в экономике очень много контрактов заключается, тогда есть возможность так называемую прибыль минимальную получить. То есть, другими словами, предприниматель может зарабатывать и его заработок может обеспечить ему устойчивый рост, новые рабочие места и так далее. Когда денег нет, когда вокруг все экономят, государственные структуры экономят, люди экономят, откуда деньги будут у бизнеса. Но эта проблема не только же малого и среднего, крупный бизнес тоже получается? Конечно, конечно. Но у крупного бизнеса есть определенные возможности работы на международном рынке. Малый бизнес... Ну, им легче. А МСП, собственно говоря, страдает. Власти что думают об этом? Какие-то меры предпринимаются для поддержки? Власти предпринимают меры на протяжении многих лет. Вопрос в эффективности. То есть, и в Хабаровском крае инфраструктура поддержки выстроена. Если из нового, то это национальные проекты, как вы сказали. Премьер-министр возглавил правкомиссию. Вот вчера он Силуанова назначил на координацию работы по развитию малого бизнеса. Но, с другой стороны, та же налоговая инспекция за последние 3-4 года почистила реестр малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае больше, чем на 12 тысяч. То есть, те, кто там забросил этот бизнес, они их вычистили. Плюс вычистили тех, кто фирмы-однодневки за счет изменения налогового законодательства и усиления. То есть, собираемость налогов увеличилась на много процентов в последние годы. Да, но при этом, при всем, многие боятся открывать бизнес, боятся бюрократических припонов различных. Вот здесь удается решить этот вопрос? Или, может, как-то власти помогают в том, чтобы пройти вот этот момент? Ну, если говорить о бюрократических припонах при создании бизнеса, сейчас это очень просто. Ну да, то есть, пойти и ЭП можно в отделении банка открыть. Речь идет о содержании бизнеса, о том, что все-таки бизнес – это продажи, бизнесмен – это продавец, плюс контрольно-надзорные органы тоже очень сильно развиваются в своем направлении. И вот все-таки вот эта нагрузка очень серьезно дает людям понимание, что надо ли бизнес делать или нет, когда столько сообщений о проверках, о давлении, увеличении налогов. В этом году что-то кардинально поменяется для бизнесменов у нас в стране, в нашем регионе? Ну, все надеемся. С новым правительством, с новым премьером возможно определенные изменения. Ну, опять же, нацпроекты первая попытка неоднозначное мнение у людей оставила, но с учетом всех недоработок, я думаю, что у нас проекты дадут определенный все-таки... Ну, вот, например, в Удмуртии, буквально недавно была новость, по-моему, в Удмуртии снизили налог, потом, для тех, кто на упрощенке, вот с 6% до 1%. Как вы думаете, вот подобные меры, они вообще эффективны, они могут возыметь свое действие? Ну, мы тоже снижали такой процент, у нас давно доход минус расход 8%, снижали по социалке до 5%, но если предприниматель платит взносы, он за счет этих взносов может снизить также точно до 1% этот налог по упрощенке. Вот. Вопрос в другом, что очень часто изменяется законодательство, и некоторые удобные налоги, которые предприниматель, заходя в этот бизнес, считал, допустим, ЕНВД, которые сейчас пытаются отменить. Вот. И вот эти изменения, они не дают возможности перестроиться. Если я пришел, там, зарендовал или купил какое-то место, закупил товар, 3 года поработал, посчитал этот бизнес, а мне говорят, извини, больше такой налог не будешь платить, тебе надо по-другому. Естественно, я могу лишиться всей прибыли, и зачем мне это надо? А, ну и опять же, вы сказали, что вот одна из больших, самых главных, пожалуй, проблем, это то, что нет денег, а при этом при всем есть расчет на нацпроект. То есть получается, основным заказчиком и основным вливателем денег является государство? Ну, государство, во-первых, печатает деньги, конечно, оно является основным организатором количества денег в экономике. Плюс, ну, те изменения, которые делаются, возможно, приведут к, ну, каким-то существенным изменениям. Вопрос в том, что Дальний Восток еще стоит отдельно, так сказать, обособленно. И здесь, ну, в последнюю очередь что-то применяется, хотя есть определенная направленность по Дальнему Востоку, льготы и там по той же вот льготному кредитованию. Хотя это льготное кредитование, если вот то, о чем мы говорим, получить крайне тяжело, соответствовать требованиям инфраструктуры поддержки, которую это кредитование делает, ну, практически нереально. На Дальнем Востоке. Спасибо большое. У нас в гостях был Иван Загорский, директор по развитию Дальневосточной торгово-промышленной палаты.